всем большой большой привет я рада вас приветствуйте себя на канале и сегодня у нас итоги итоги нашей новогодней недели стартов я повязала в субботу наверное я вязала целый день практически мне кажется свои все недовязки думала что добью все игрушечки и будут они у меня все готовы но воскресенье я вообще ничего не вязала мы уезжали с мужем по делам и все я ничего не повязала но я думаю что я хорошо продвинулась субботу и расскажу какую игрушечку я очень долго вязала она мне заняла наверное полдня это точно пол субботы и остальные игрушки маленько тоже довязала но есть у меня конечно и готовой работой есть и процессики ну думаю что ничего страшного я движу их на этой неделе уже и потом вы их увидите уже во влоге и так наверное приступим а еще хочу сказать организаторами нашего проекта является марина с канал добрые игрушки и танец канала игрушки повезушки также нас участвует очень много девочек я вам оставлю все ссылочки и на организаторов и на девочек участниц внизу под этим видео обязательно переходите смотрите я думаю что уже многие выпустили итоги потому что я еще даже ничего не смотрела но думаю что многие по выпускали уже видео и так приступим в первый день я вязала игрушечку это у меня был лось майкл кстати на все все ссылочки на игрушечки я вам оставлю внизу под этим видео но кроме одной потому что я ее вязала не по мастер-классу а вязала так скажем частично из головы то есть это мое такое мини произведение но я взяла чуть чуть всего две детали у других девочек но это я вам рассказывала уже это был пятый день и я вам расскажу попозже итак о первом не первый день я вязала игрушку лось майкл это бесплатный мастер-класс просто потрясающий мастер-класс игрушечка конечно получается такая маленькая но мне очень сильно понравился мне теперь этот 8 майкл нравится даже больше чем у меня есть олень по моему рождественские олень я вам сейчас ставлю фотографии как он выглядит и покажу как как раз выглядит лось майкл вот такой вот красавчик получился я думаю что сейчас вы можете сравнить как выглядит лось майкл и как выглядит рождественский олень а не тот олень конечно тоже нравится очень сильно но лось майкл мне почему-то нравится больше вот такой он получился так сейчас минуточку я возьму сантиметровый ленточку я забыла даже их измерить но это как обычно у меня никогда не измерены так измеряем получается 20 с половиной сантиметров выходит этот лось вот такое связано такой классники что мне сильно понравилось в этом полосе мне понравились рожки вот эти рожки они меня прям заманили и они меня вдохновили на еще одну игрушечку который я связал раз за пятый день и многие из девчонок писали прям про эти рожки что многим понравились они классно смотрятся вот я тоже не подумала что они так будут прикольно смотреться единственное что я здесь еще не сделала я их не украсила но не украсила потому что я хотела пуговки сделать так же как и по мастер-классу но у меня там цвета такие которые мне не сильно нравится там есть конечно красный по моему есть пару штучек и остальные розовый фиолетовый то есть мне кажется они сюда вообще не подходит по каким цветовая гамма 0 7 оттеночек вот этот вот это yarnart джинс белый это 1119 газал джинс зеленый cotton gold 126 красный тоже cotton gold и так и темно-зеленый номер 52 это yarnart джинс еще я сделала сюда небольшой помпончик он у меня был в наличии и мне пришли еще помпончики но это уже будет в другом видео я о них расскажу вот такие это полтора сантиметра белые я их заказывала на сайте рукоделия ростов и вот я сюда их сделала хотела хотя сначала мохнатый но по мастер-классу тоже идут именно вот такие помпончики которые уже готовы вот такой вот милаш получился за первый день я очень довольна этой игрушечкой еще кстати по мастер-классу идут на варежках здесь вышивается белой ниточкой а такие снежинки я думаю что я их тоже сделаю вот такой красавчик так это была первая игрушечка во второй день я вязала 2 игрушечки потому что я проштрафилась первый день у меня видео буквально на несколько минут там не до загрузилась я так и не поняла что там было вроде она загрузилась и но не знаю короче не важно я получила штраф вот это точно я знаю я связала целых две игрушечки они похожи но они по разным мастер-классом так показываю первую игрушечку это вот такой пингвинчик это тоже по бесплатному мастер-классу я конечно мастер-класс маленько передела под себя точнее не сам мастер-класс а оформление этого мастер-класса пингвинчик вяжется довольно таки просто сама основа вяжется вообще просто такой мухенький кстати здесь лапки вот эти они ввязываются по ходу вязания и вот эти ножки тоже ввязываются мне это очень сильно понравилось здесь что пришивается только пузико и клювик глазки на безопасном креплении вот такие мультяшные вот такую я связала шапочку вязала ее обратными рядами то есть вот так по кругу а вот так и за заднюю стенку петли сделала такой подворот и сделала помпон кстати помпон и я делала я покупала вот недавно на 7 лайн заказывала там такие приспособления для помпонов я использовал вот этот вот голубенький самый маленький размер и он мне понравилось как получился он прям такой пышный и то мне кажется еще можно было даже больше намотать делается очень легко и очень просто получается ну думаю что ровненький такой шарик и он такой плотный не вот такая вот шапулька у него связала такой вот шарфик набрала 5 цепочку из воздушных петель провязала один ряд и по второй стороне тоже провязала и также сделала прикрепила ему сюда на горячий клей такую 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 вот такие два помпона тоже так такие же как у меня на первые игрушечки за первый день вот такой получился пингвинчик вяжется довольно таки быстро мне понравился я хочу сделать тоже такого же серенького только в розовой шапочке и 2 игрушечка которая у меня была штрафная это у меня вот такой вот пингвинчик получился тоже по бесплатному мастер-классу я их вязала и на то в том году тоже на новогодние недели стартов и вязала по-моему я их летом наверное пять штук я по-моему точно связала и они мне все продались я одного кстати обязала специально в подарок я дарила одного пингвинчика и по-моему несколько штук у меня продались да мне кажется мне а нет у меня есть в наличии один из плюша но я его никуда не выставляла как обычно ничего нового вот такой получился пингвинчик сделала ему бантик и сделала такую вот шапочку здесь тоже мне небольшой помпончик тоже глазки на безопасном креплении по цветам кстати это у меня пряжа серая yarnart джинс по-моему номер 80 я вот теперь куда-то запихала куда наверно скорее в баночку похоже шапочка номер 76 6 yarnart джинс белый т.г. alize cotton gold номер 55 и желтый 110 тоже alize cotton gold вот такие милашки получились у меня за второй день так далее за третий день на третий день я вязала машинку это у меня единственный процесс по которому я вообще ничего не продвигала потому что он не не сильно нравится что получается но я думаю что может быть надо пока отложить сторону и потом я все-таки займусь этой машинкой потому что охота сделать эту машинку все таки и вот продвижение у меня по ней вообще никаких не было и нет пока это была игрушка за третий день за четвертый день у меня игрушка практически какого это самая трудоемкая игрушка среди всех вот этих игрушек или мне так показалось так показываю вам вот такая вот елочка вот так это на выглядит показать почему она самая трудоемкая потому что здесь много вяжется однотонной муторной работы которую я люблю но если допустим ниточка цвет меняется мне еще как-то более-менее а если вот вяжется один и тот же цвету как я здесь обвязку делала зеленые меня прям напрягала это я уже начала делать допустим я провяжу ряд зеленый делаю вязку белый потом ряд зеленый делаю обвязку белый чтобы не прямо чисто этот зеленый цвет потому что сама деталь зеленая вязала плюс дно тоже зеленая и прям долго вяжется она у меня практически готова мне осталось только украсить так и ее размер если даже померить загибом то получается 23 с половиной сантиметра так больше еще сантиметра полтора наверно вот я ее обвязала белый такой пряжицы это у меня по моему на калили здесь я сделала такую вот снежинку золотую звездочками золота не было чем не там есть звездочка золотая но там маленько другое золото ну розовая а здесь прям золотое золотое такое и вот я хочу ее украсить я тут думала как украсить я тут сделала бантики вот такие из атласной ленты 6 по моему миллиметров атласная лента бантики делала с помощью вилки но я думаю что многие знают а если не знаете просто наберите в интернете как сделать такие бантики они все получается маленькие одного размера вот такие аккуратненькие края я тоже обжигала тут получается зажигалкой и вот я хочу вот так вот это все сделать я не знаю пришивать буду или приклеить скорее всего приклеить потому что пришивать это будет очень долго и она мне такая все-таки елочка не то что игровая она больше более декоративная и я думаю что я вот так сделаю бантики потому что красный цвет я люблю особенно в новый год и еще у меня здесь будут скорее всего золотые колокольчики они мне пришли в подарочек но подарочек вы увидите наверно в следующем видео скорее всего в среду и я вот хочу их использовать для этой елочки вот думаю что надо заняться мне украшением этой красотки вот так а сам сама елочка вязался основной цвет номер 126 ализе cotton gold и белый цвет это на к на калили оттенок я вам не подскажу потому что не могу найти этикеточку вот это у меня еще один процесс то есть у меня всего два процесса осталось которым не надо довязать так ну и последняя игрушечка за пятый день я прям вот если честно я прям балдет от игрушки очень классная получилось а вот как она мне в голове стояла это игрушечка так она у меня получилось за основу этой игрушки я взяла мастер-класс марин из канала добрые игрушки у нее вышел мастер-класс по ульти-игры шариком и вот мне эта основа очень сильно понравилось и еще единственное взяла за основу рожки у этого у лося майку который был у меня за первый день итак вот вот такой красавчик у меня получился вот он такое милейшее создание мне он очень сильно нравится рожки как я и сказала я брала у лося майку основу я брала у марины и остальное я все делала так на глаз ушки я связала как они просто вот как связались так связались а вот такие два пушка рожки пришила сделала такое оформление мордочки маленькая его переделал потому что я в пятом дне показывал что она у меня маленько заходит за рамку вот этой полосы где надо вязать обвязку носик я тот же самое ставил глазками на безопасном куплении такие мультяшный с алиэкспресс сделала здесь белочки бровки и маленькую вот такую улыбочку здесь сделала обвязку из красного цвета и бантик с такой вот подвеска 2022 и самое главное что мне кажется в этом олене лосяше я только не знаю кто это меня лосяш или олень вот я сделала вот такую гирлянду это у меня такая ниточка по моему ярнарт камелия мне кажется золотистый и вот такие меня есть бубенчики они кстати звенят я думаю что было слышно и сделала вот такую ленточку и вот так вот он у меня висит вот такой красавчик мне очень сильно нравится игрушка я прям вот она у меня уже готова суббота сегодня понедельник я уже третий день наблюдая за этой игрушечкой постоянно беру постоянно так делаю что колокольчики и вообще классно смотрится и вот это вот гирлянда с колокольчиками мне кажется она прям сюда вот прям классно подходит очень классно вот такой вот у меня красавчик получился по цветовой гамме 0 7 ярнар джинс 52 ярнар джинс белые to alize cotton гол 55 и alize cotton гол 56 глазки на безопасном крепление по моему 12 миллиметров и ленточка красная опасная вот напишите как вам и напишите кто вам больше всего понравился из готовых работ буду ждать ваши комментарии вот такие вот у меня работы получились за эту новогоднюю неделю стартов я вам сейчас показываю все мои готовые работы и 2 готовых работы вы увидите думаю что в следующем влоге я надеюсь я их все таки доделаю и закончу и они будут готовы всем большое спасибо за просмотр и и всем пока пока и тут он упал